Администрация Байдена планирует объявить ископаемые виды топлива вне закона, но они отказываются объяснять, как общество будет без них обходиться. Эй, гении! Как это работает? Без понятия. Недавно на слушаниях в Палате представителей конгрессмен Клэй Хиггин спросил об этом у так называемого «адвоката по климату». На случай, если вы не смотрите СиСПен, вот как все произошло. Все, что у вас есть. Одежда, очки, машина, на которой вы приехали, ваш телефон, стол, за которым вы сидите, стул, ковер под ногами. Во всем, что у вас есть. Продукты нефтехимии. Что бы вы сделали с этим? Поведайте миру. Если бы у меня была такая власть над миром, на самом деле, мне не нужна такая власть, потому что я бы попросила вас, сэр из Луизианы, заглянуть вам, сэр из Луизианы. Нужно заглянуть в свое сердце. У вас нет ответа, не так ли, юная леди, о том, что делать с продуктами нефтехимии? Я откажусь от них. Что вы собираетесь делать с океанскими судами? Как поступите с морскими перевозками? Ну, мы могли бы... Еще раз, я хотела бы попросить вас заглянуть в свое сердце и взглянуть на то, что происходит на побережье Луизианы. У вас нет ответов на это? Конечно, есть. Знаете, что у вас есть, юная леди? У вас есть много шума, но нет никаких ответов. Эта женщина выставила себя тупицей, она понятия не имеет. Но Сэнди Кортес поспешила на помощь, как всегда с нытьем. Она обвинила конгрессмена Хиггинса в жестоком обращении с женщинами, смотрите. За четыре года, что я заседаю в этой комиссии, я никогда не видела, чтобы члены Конгресса, республиканцы или демократы, проявляли такое неуважение к выступающему, как по отношению к вам сегодня. Честно? Мужчины, которые так обращаются с женщинами на публике, мне страшно думать, что они делают с ними наедине. Значит, вы наверняка бьете жену дома, если хотите получить простой ответ на простой вопрос. Но конгрессмены эти слова не запугали, и именно поэтому мы благодарны, что он присоединился к нам. Клей Хиггинс, представитель от штата Луизиана. Конгрессмен, большое спасибо, что пришли. Мне просто интересно, что вы тогда думали об этом? Вы задали простейший вопрос. Как общество будет функционировать без нефтехимии? Вы ожидали, что она даст вам хоть какой-то ответ? Ну, я знал, что ее позиции были безумными, ведь мисс Солтер радикальный адвокат по климату, и она, скорее всего, подруга Акасио Кортес. Это было в разгар недели, когда нам приходилось терпеть слушания комиссии одно за другим, где демократы поносили, на чем свет стоит американскую энергетическую отрасль, и продвигали самое абсурдное предложение нового зеленого курса. И их главным свидетелем на второй день слушаний, на втором заседании, второго дня, была эта леди, мисс Солтер. У меня были в распоряжении ее письменные показания, я прочитал их, я был готов. Я знал, как безумно они будут звучать, но когда она стала зачитывать свое вступительное слово, в ее голосе была такая желчность, она почти брызжала на нас. Ее гнев был просто невероятным. Я знал, что смогу воспользоваться возможностью и посадить ее в лужу, показав все безумие ее доводов. И вы прекрасно с этим справились. Спасибо, что сделали это, конгрессмен Хиккенс. Благодарю вас. Субтитры создавал DimaTorzok